Здравствуйте, меня зовут Леонтьев Руслан, я онлайн-учитель английского языка. Сегодня мы детально разберем тему «Единственное множественное число имени существительного». Приблизительно 20% вопросов в тесте TOEFL PBT в секции Structure оценивают ваше знание данной грамматики. Итак, внимание на экран. Soybeans are valuable subsistence crops and the meal is used as a source of protein for humans and animals. Перевод следующий «Соевые бобы» представляет собой ценные питательные культуры, которые используются в качестве источника белка для животных и человека. В чем ошибка? Подумайте самостоятельно. Нажмите на паузу перед тем, как я вам дам свой ответ. У меня для вас две новости. Плохая и хорошая. Плохая заключается в том, что тест TOEFL очень коварный. Он сможет сделать так, что очевидные ошибки ускользнут от вашего внимания. А хорошая новость заключается в том, что, зная, как именно TOEFL пытается запутать вас, вы сможете этому противостоять. Правильный ответ заключается в том, что существительная crops находится во множественном числе, в то время как неопределенный артикль e может принадлежать, то есть может находиться только перед существительным в единственном числе. Не так ли? Ведь это очевидно. И это очень важное правило. Позвольте я повторю вам его еще раз. Неопределенный артикль e может использоваться только вместе с существительным в единственном числе. К примеру, нельзя говорить «appends the students», так как эти слова во множественном числе. Таким образом, в начальном предложении у нас несоответствие между артиклем e и множественным числом имени существительного crops. Данный конфликт нужно решить двумя способами. Во-первых, можно убрать артикль e, но оставить существительное crops во множественном числе. Во-вторых, мы можем оставить артикль, но убрать множественное число, вычеркнув s. Вывод, к которому я хотел бы подвести вас, показывая данный пример, заключается в следующем. Даже зная правила того, что артикль e не употребляется со множественным числом, все равно не всегда легко найти такого рода ошибку. А все потому, что TOEFL использует специальные стратегии для того, чтобы запутать нас. Когда мы видим вот такое сочетание – a lady, то нам легко проверить согласование между артиклем и существительным. Однако прилагательные занимают место между артиклем и существительным, а иногда между ними может быть очень-очень много прилагательных. А когда их становится слишком много, то невольная связь между артиклем и существительным ускользает от внимания. Вот так TOEFL пытается запутать вас. Убрав лишние прилагательные, то есть дистракторы, те вещи, которые отвлекают ваше внимание, вы с легкостью найдете ошибку. Но иногда этого и недостаточно. Дело в том, что TOEFL более коварный тест, чем кажется на первый взгляд. Существуют специальные прилагательные, которые выглядят как существительные, и мы ошибочно можем связать артикль не с существительным, а с такого рода прилагательным. К примеру, можно сказать A BANK, ну нет ничего ошибочного в этой фразе. BANK, имя существительное, в единственном числе. Артикль A используется как раз-таки перед такими вот существительными. Однако сейчас BANK превратится из существительного в прилагательное. Внимание, A BANK MANAGER, банковский менеджер. BANK теперь обозначает не существительное, а прилагательное. Банковский, какой банковский менеджер? А артикль A уже относится к слову менеджер. Посему ошибочным будет вот такая фраза. BANK MANAGER, ошибка заключается в том, что артикль A не может согласоваться с существительным во множественном числе. К сожалению, многие студенты видят связь между артиклем A и словом BANK, в то время как следует видеть связь между артиклем A и словом MANAGER. А теперь проверьте правильность следующей фразы. A CAR ACCIDENT. Жмите паузу и самостоятельно надейте ошибку, если таковая вообще имеется. Получилось? Ну, а теперь мой ответ. Артикль A согласуется вовсе не со словом CAR, так как CAR в данном случае совсем не существительное, а прилагательное. Артикль A должен согласоваться с существительным ACCIDENT, но не может этого сделать, потому что ACCIDENT – это существительное во множественном числе. Поэтому либо убираем артикль A, либо окончание S. Перед вами табличка возможных существительных, которые могут появиться в роли прилагательных. Данные существительные показаны зеленым цветом, они представлены сразу с примерами. Заметьте, что каждый артикль принадлежит не к зеленому слову, а к черному слову в паре. Я рекомендую заучивать эту табличку. Ну и вместе с словосочетаниями наизусть. Это заметно обогатит вашу устную речь и поможет лучше подготовиться к тесту TOEFL.